Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы снова с вами вместе. И на этом уроке мы попытаемся сделать бегущую надпись по заданной траектории. В данном случае у нас будет выбран эллипс. Вот такая у меня картинка. Теперь я выбираю фигуру в панели инструментов. Эллипс. Он третий. И теперь внимательно по верхней панели инструментов обязательно должен стоять вот этот второй квадратик контуры, активный быть. Дальше у нас эллипс активен. И последний квадратик обязательно исключить в наложении областей контуров. И теперь мы рисуем овал или траекторию, по которому у нас будет двигаться наша надпись или слово. И теперь выбираем инструмент текст горизонтальный. И внимательно подводим на наш эллипс, пока не появится ломаная линия. Может быть вам плохо видно, но она обязательно должна появиться. Вот я ее пометила. Это значит, теперь я могу писать все, что хочу. Я напишу. Включаю. Какой-то тебе. Галочку. Вот такое слово. Теперь я дублирую. Ctrl плюс G наш текст. Этот я отключаю глазик, активный верхний. И выбираю инструмент, панель инструментов. Вот этот, выделение контура. Первая строка, выделение контура. По верхней ничего не меняется. И теперь внимательно, здесь не всегда, не сразу может все получиться. Вот подводим стрелочку под наше слово, под начало нашего слова. И нам нужно его будет потянуть сюда, вниз. Еще раз подводим. Не всегда все правильно получается. Точно под эту первую букву, начало. Вот оно пошло. Наконец-то. Двигаем вниз, пока не появится полностью наша надпись. Скучаем. По тебе. Вот она появилась. Остановились. Отпустили мышку. Дублируем еще раз. Ctrl плюс G. Этот глазик отключаем. И также подводим нашу опять мышку левую. Пока не появится стрелочка. Потом ее зажимаем. И начали двигать наше слово еще вправо. Ну. Вот так. Пока не появится. Ну. Приблизительно до нашего начала. И так у меня получилось 3 дублированных текста. Теперь я внутри щелкаю. Образовать выделенную область. Выбираю 1 пиксель. Ок. И Ctrl плюс D удаляю. И теперь перехожу в окно анимации. Время поставим. Поставим 0,5. Потом можно будет изменить. И 3 кадра. Раз. Два. Можно 4. Если будет слово короткое. Вы можете сделать больше гораздо кадров. Становимся на первый кадр. И первый текст. Активный. Это отключаем. Становимся на второй. И переходим на второй. Также с третьим. Третий кадр. Третий слой. Теперь посмотрим, что получилось. Прокрутим нашу анимацию. Включаем. Наше слово двигается. Вот оно побежало. И теперь мы остановим. И снова нажмем внутри. Образовать выделенную область. 1 пиксель у меня. И Ctrl плюс D, чтобы убрать. Смотрим, убралась ли она у нас совсем. Да, она исчезла. Осталась только крутящаяся надпись. На этом наш урок закончен. Удачи вам. Творческих успехов. Всего хорошего. С вами была Зося. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.